Накануне в Сочи завершились курсы повышения квалификации под руководством российского ученого-психолога, председателя общества помощи аутичным детям «Добро» Сергея Морозова. 72 часа теоретической подготовки, а сегодня педагогическое закрепление полученного материала непосредственно в детском саду комбинированного вида номер 166, где более трех лет открыты группы «Особый ребенок». Каждая семья ждет нормального здорового ребенка, но бывает и так, что приходит в семью огорчение с рождением или вследствие каких-то непонятных причин. И мы считаем своим долгом и имея возможность давать такое образование, набирать таких детей, всячески помогать родителям. Анна Панкова, воспитатель этой группы, рассказывает, какие методы обучения они применяют при работе с особыми детьми. И здесь важны именно детали. Времена года вот книжка. Она для деток тоже очень интересная, так как она не слишком яркая, но и не слишком блеклая. Страницы тоже очень нежные и приятные для деток. Здесь не только высокопрофессиональные специалисты, но и современные средства обучения. Например, вот такая доска помогает видеть и слышать звуки животных. А вот этот песок на полотне, который меняет цвет. Это может быть цвет солнца, неба, леса. Очень сложный подход в работе с этими детьми, так как дети находятся как бы за стеклом. И достучаться эмоционально до этого ребенка может только тот, кто имеет полное представление о этом дефекте. Как работать с этим ребенком, как его понять. В нашем городе за 2014 год на базе Центра педагогической диагностики и консультирования зарегистрировано 104 обращения родителей, имеющих детей с расстройствами аутистического спектра. Аутизм. Специалисты называют это психическое расстройство самым загадочным, но оно есть у детей, которым нужна помощь. Поэтому педагогическое общество организовывает именно семинар-практикум, включая деловые игры и моделированные ситуации. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.